привет дорогие друзья с вами Олесь Гроднев и канал автодок и сегодня первый наш тест-драйв абсолютно не запланированно видите я в рабочей практически одежде но приехала интересная олень прибежал к нам лось лошадка представить польво X как называется С60 с D5 мотором гена привет гена дружане наконец-то наконец-то я тебя выцепил я выцепил тебя и хотел очень снять твою машину дружане давай подойдем бляда самое главное что мы возле церкви это значит машина твоя сразу значит окрещена уже да дружане расскажи пожалуйста что это за лось вообще не машина да в общем продал я его и думаю надо покупать машину что-то легкого а у пилета паркет не едет короче не валит не наваливает предложенные суммы рассматривал короче е39 и вот с 60 больше чем характеристиками всеми делами поездил я по рынкам по малиновкам по жанам и делайте кохе где-то молодым течет где-то где-то там салон не какущий где-то там все ржавое где-то битое видно краску в общем не понравились на двое я наверно 5 штук посмотрел неделю делилось сразу дизлайки получаем от владельцев бмв это мой выбор а не понравились мифахи которые у нас то время на рынке были это было три года назад двенадцатый год решил и бэти бэти пока не смотреть если посмотрел одну вольво сюда там тоже хозяин мудрил хитрил всю историю правду не рассказал до конца как я понял там мутки звоню на второй телефон визуально в рестайлинге уже машину то есть вот это короче получается рестайлинг это сразу дам вопрос это вот фары получается задние дали стали все задние отличается на обвесом обвес задний бамперу юбки и морда юбки и морда то есть это есть пластиковые фары до рестайлинга там еще есть стекло стекло да ты полировал недавно до фары полировал 1 мутная потому что там изнутри поставил не штатный ксенон а обратно и спалил фару не спалил пластмассу там температура другая если расклеивать то беспонтовый там опять проникнет влага всякая фуфло влага если если полностью покупать фары где-то 300 долларов 300 долларов две фары понятно ну как бы не совсем народный автомобиль если поставить оригинальный фару можно забыть на раз и навсегда покупал она изначально была мутно но не настолько но это ничего страшного по весне планируется реставрация реставрация оси к и будет полироваться все будет подкрашиваться элементы бампера крыша там немножечко дисков и сжание ну тут все такое интересно как бы она вроде синие вроде серия но как бы смотрится так нормально да она на солнце более синяя такая перламутровая когда темное время суток там вечер какой-нибудь пасмурно сегодня она кажется более черный поэтому значит насколько насколько я понимаю ты сам красил саппорта да как нормальный пацан еще колхоз по полу потом купил просто полочек краски искал термок ни хера не нашел купил обычную желтую и агам колесики ты снял колеса и покрасил оса снял вот это вот ага пойду и я тебе говорю ну смотрится очень классно и сейчас так у тебя работает пароктроники да все нормально просто свет стал потому что когда был в армейке целую агата чтобы пройти техосмотр повырывал просто мы вырывала светлячки повырывала но братуха как раз сейчас стоит свет который будет свет который был изначально свет изначально которая вот ну покажи свету свою давай смотри красиво красиво этих обычные лампочки чувак а сколько нас сколько за сколько ты ее взял тысяч тринадцатый год цены на эти бульвы было 15 тысяч 15 500 15 500 а сколько она сейчас стоит вообще вот это лучшем варианте шесть половины 6 тысяч бля ну пати ну потерял чувак ну единственная как бы плюс наверное вот этого корыта который стоит сзади себя том что он потерял наверное меньше в деньгах потому что назначально нахуй стоил меньше да хотя хотя такси наверно не стоит ничего сейчас примеру смотри дядька покупал в салоне да со швеции мы гнали и volvo s80 там уже 13 12 года а с 83 2 вы дешево короче стоило на 44 евро за ты шо сейчас я смотрю они стоят дайте 2 до без детской братуха если честно когда я вот я с тобой знаком не первый год но когда я увидел эту машину честно говоря я абсолютно даже и не мог подумать что эта машина сейчас может стоить 6000 потому что вы посмотрите вот лично мое впечатление во первых акулы акули клык до 2 значит классные колеса это нации семнахо стоит на хорошие еще довольно таки неплохой китайской корейской есть багажник багажник бля чувак что это это же это фон на газетах но неплохо я тебе хочу сказать это для того чтобы ты стоял не возле церкви наверно возле хорошего магазина и вот что шмаш мары ходили такие думаешь что это у кого-то такой хип-хоп да на шабана да на шабана вот значит скажи пожалуйста сюда можно закинуть лося не знаю как лося но такого лося как ты точно можно запихнуть хорошо значит носишь собой этот инструмент для того чтобы инструмент просто что я же недавно бампер снимал поэтому не за не успел выкинуть валяется просто я гаража не своей машине аж два набора ношу потому что и на это камеру снимает да ты посмотри просто эта машина может любой момент не ну я вам скажу эта машина меня спасла однажды не так уже давно месяц назад наверно меньше да вот эта коры то проломилась фильтр топливный пробил все соляр слечит сильно топливный для моего удивления находится вот тут когда гена без там без защиты стоял гена наехал на корягу короче или на сугроб там камень был в сегу до патрубки пластмассовые оторвались и машина все стало просто их никак не сделает то есть они эти под руки они там пластма пластмасска в шланге шланг в пластмасски короче для целях безопасно на разборке за сотку и взял пластмасса 100 долларов какой-то фильтр я на свое корыто за сколько за два с половиной доллара могу фильтр купить не так ли сам фильтр там корпус понимаешь корпус а фишка в том что эти корпуса редкость у нас потому что в xc90 это джипы которые паркетники и volvo тоже там такая тему что отрывает патрубки вот эти вот давлением если вот связать то есть это типа аварийные поэтому это не такая уж и редкость как исходник понятно братуха но расходник за 100 долларов вы уж на это довольно я смотрю это какая-то у тебя комплектация специальная до таджик стайл понятно дружане но всем интересно конечно я не знаю правда братан у тебя солярочная машина слышишь солярочная машина но она даже не пахнет соляркой я хочу сказать да не на самом деле я хочу сказать что мне лично дружане хоть я ты знаешь любители mercedes мне эта машина нравится она реально не выглядит на те 6 тысяч 5 год до который ты мне сейчас рассказал ходят слухи ходят слухи что вольво такие вот покупают дедули и пенсионеры я вам скажу не так вот вольво клубе состою там приезжает куча молодежи которые вот с удовольствием катает на вольвах а понятно common rail братан у тебя уже common rail насос по братан даже насос форсунка у тебя нет нвд короче блин ничего себе значит дружане это я так понимаю 5-котловые дизель до 5 цилиндров странно объем 24 это труба тысячи да и турбинка там дубин когда там спрятана там спрятой понятно слушай и как вообще валит фу газу дать тували да да что мне не нравится что вот именно в этой модели автомат коробка я искал на механике но так вышло что пришлось покупать из-за цвета и из-за обвеса мне начали на душу запала и купил автомат но по-бружуйски поступил можно сказать так потому что коробка в этих модельках она просто фуфло кал я так понимаю что ты недавно договорил ты капиталил коробку не капитал чистом забиты соленоиды были то есть бортовик выдал ошибку необходимо от его коробки передач коробки переключения поехали на сервис ла 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 сказали есть возможность можно поменять масло но это не факт что поможет лучше разобрать все поглядеть и итоге оказалось что там были забиты соленоиды там клапана растачивали короче не шаривать в коробках автоматную в общем на 700 долларов на 700 долларов блять это реально народный автомобиль чувак потому что у меня наверно машина стоит это столько ну что ребята мы можем увидеть первое что мне бросилось глаза это конечно вот это распорка ребята распорка при том что это не бмв это не гоночный автомобиль на уже сюда оставилась распорка насколько я знаю волево всегда очень большое внимание уделяла безопасности поэтому прежде всего вот эта распорка она вылетает глаз сидящим впереди пассажир она дает возможность чтобы твои ноги целиком живые остались при лобоухе мотору сваливается просто подниму на под низ салон не пошел и потом перекупы берут быстренько как эти стерлятники подбирает разборки и не зудно ложечку потому что мотором как мне кажется тут хороший надежный мотор надежно один из самых надежных до 5 считается смотрите тут в принципе что воздушный фильтр сразу доступ к предохранителям до насколько я понимаю забор воздуха обыкновенные электрические не вискомуфта электрический вентилятор генератор наверху стоит вот то есть можно в принципе спокойно въезжать в какие-то жижи кал и так далее да вот и в принципе но заливать жидкости тут в принципе все абсолютно понятно ну вообще ремонта пригоден как бы этот автомобиль ну можно сказать бандик есть да все понят все понятно для меня как для колхозника все понятно понятно во первых вот мы уже находимся в салоне я хочу обратить внимание насколько человек очень скрупулезно относится к своей машине какие чистые коврики смойки тишу и салон блять мы салон коврики моют коврики мыли я просто никогда не был на платных мойках самая машина она не подразумевает то что ты должен вообще принципе на мойку ездить друзья мое первое впечатление когда я сел в этот автомобиль первое что чувствуется когда садишься в этот автомобиль это то что тебя обволакивает с одной стороны это торпеда другой стороны это настоящая кожа и довольно таки неплохой почти не скрипучий пластик правильно ну сделано холодно сделана машина действительно очень добротно если так посмотреть 2005 год я не чувствую того что могло бы меня очень сильно напрягать хотя я в этой машине как бы не ездил но я как бы не чувствую что что-то могло бы напрягать все на своем месте регулировки ручные меня привычные по крайней мере ручник такой дрифтовый да такой большой как на японский да что можно было дать значит коробка автомат что тут обдув короче жопы ебало и сисик команда да да значит что у тебя тут это модулятор различные вонючки это что ты состоишь в цыплячьих орган дружище а у тебя зеркало с автозатемнением с автозатемнением зеркало расскажи что тут еще есть вообще интересно интересно значит мотова магнитон не нравится штатная примитивная а просто диски читают качество неплохое но просто диски сиди не сидела не очень ну 2005 год я захочу сказать тогда еще кассеты наверно слушал слушал еще в то время перематывал их на садир на ручку короче ну дружище единственное что вы как бы меня напрягает как бензиновода это потому что это дизель сразу слышно и то что машина вибрирует как бы когда стоишь ну вот я слышу как бы вибрации именно уже дизит до на то он и дизель на что-то по приборке приборка достаточно простая понятная как бы видно двигателя тахометр спидометр сегодня принц бортовик там показывает расход моментальный временный скорость дружище не тогда значит я немножечко небольшой тест-драйв сделаю для заглушка для дружище ладно значит дело в том что я не имею большого опыта езды на автоматической коробке то есть для того и все как бы нюансы связаны с ней я не могу так сильно прочувствовать но давайте попробуем переключиться и почувствовать если какие-то пинки вот смотри ну небольшие ощущения есть я не знаю они должны быть или нет то ну это норма да я понял хорошо значит тут коробка она еще есть винт режим да и winter winter режим дрожатся со второй передачи а понятно то чтобы мусор и тут теперь не перевода насколько я понял значит и насколько я понимаю тут есть еще ручной режим до тип троник тип троник значит дружище я тебе честно могу сказать я когда вот сел в эту машину я к ней сразу привык то есть у меня вот я сейчас еду я вам клянусь я один раз проехал на этой машине вообще за все знакомство вообще то что я видел я один раз всего лишь на ней проехал и сейчас я сел второй раз и я еду у меня нет вообще никаких напрягах как бы все абсолютно понятно я думаю что человек с минимальным опытом езды он поймет как как ехать на ней особенно если это коробка автомата добая баба короче может шмарстутся по автомату ты что а то есть они сутся конечно воткнул все и и и жми газ и и тормозить иногда надо дальше дорога тут не очень конечно ну я тебя вот что хочу сказать звук тут очень интересно такой звук тут очень интересная честно тебе скажу я не сказал бы что тут есть какой-то такой очень сильно ощущаемый подрыв но как бы для городского типа эта машина но полностью себя оправдывает я думаю да сейчас мы развернемся не заедет только ни в кого блин ну мне все просто мне все очень просто единственное что тут надо наверное боятся именно того чтобы не задеть что-то своей юбкой до низкий спойлер низкий спойлер но это особенность там курсор не спойлер губа просто еще дополнительно висит она прикреплена поэтому разница грубой бордюры душа не но я тебе хочу сказать гигдаун работает отлично отлично вот я еду к примеру сейчас все она скидывает короче на нижнюю звук потрясающие не честно я ну не подлизываюсь к этой машине но для и тысяч для 6 тысяч это неплохо сейчас бы сочка сработала по подвеске вообще подвеска сложная в ремонте чё сложно это давным-давно перебрал заднюю ступицу там стабилизаторы стойки поменяла резинки ростышки эти как называемые и все и забыл расходники то я на эту машину как бы вменяемая меняемая на самом деле что самое тут труднооплачиваемое так это вот коробка была ну еще принципе ну я тебе хочу сказать что она не тупая в принципе она не трошечки задумывается но она довольно таки неплохо как бы едешь и ты не чувствуешь какой-то но такой нехватки именно 7-минутной мощности для того чтобы кого-то обогнать или еще скажи мне пожалуйста ты ездил когда-нибудь на дальники на ней и как она себя ведет примеру на скорости там 120 километров в час на какой на передаче едет как она вообще сколько оборотов какой расход расскажи ребята в общем расход тут на самом деле супер человеческий поэтому дизельная машина в этом и выигрывать вот раз ехали всех от 120 это держать расход мизерный по сравнению с другими объемами ты ну с такими же объемы других машинах пятерка пять с половиной литров максимум там шесть показывает если там какие-то горки часто а ну это я считаю что вообще копейки согласен согласен тут четыре ступка да не пятиступенчатая ну да смотрите вот я спокойно еду она переключает и не чувствую ничего не пинков не рывков как бы машина едет максимально адекватно скажи пожалуйста вот что тебе в ней не нравится в плане езды если то то что что могло бы тебя как бы раздражать или вообще то что из-за чего ты мог бы ее поменять на что-то если честно продавать я хотел ее продать смотрел уже е60 себе бмв лисицу так называемая но посмотреть сколько они еще стоят сразу же придумал ну жалко жалко машина за не смотрел ты что-то где-то скрипит свистит сразу под замену вова не жалко просто продавать за такие копеечки лучше ее по шаманю полирнул потому что надо где-то подкручу подверчу и буду сам не на ней еще есть жалко мне если бы ты из того что мне не нравится в ней может быть она жесткая вот какая-то дорога неровности все дела очень чувствительно стучит все прямо дает по жопе уже ну смотри я просто вот смотрю по рулю передний привод принципе для для привода переднего она очень хорошо управляется но как бы я смотрю что роль информативно то есть нету такого как бы ватного руля то есть она но маленький развода да вот я смотрю что особенность бмв который это хотела и volvo это именно маленький разворот ну понятно потому что это передний привод как тут шруса имеет все-таки свою как бы угол поворота все-таки свое ограничено ой суша а ты знаешь что тут снимался клип брута да вот тут снимался клей брута да в общем ребята езжу я уже на ней два с половиной года в сумме лето 3 ну там за исключением некоторых в армейке был в общем год а машина фактически простояла ага вот езжу я не жалуюсь она мне нравится она не устраивает если бы можно было возможность появилась купить и такую такую же машину более свежую таким смене с менее пробегом там на механике обман задней серьезно бы ездил нравится ну не знаю почему то есть в принципе ты душой прикипел самое главное боюсь его не стать вольвоводом вольвовод вольвоводом да потому что поездив на машине на volvo кажется что вот он вот он чувак самая самая большая как бы боязнь это это не стать овощеводом посадником с двумя зумя мешками картошки сзади понимаешь это самая большая проблема которая может произойти в человека в жизни в общем ребята если кому то понравилось наш видос непонятный какой-то да если там будет не так много дизлайков собственно подписывайтесь будет олеська снимать они специально блять поставить что тебя под задор и до колесик будет снимать другие обзоры будем искать какие-нибудь хитрые машины я ему буду помогать да есть возможность е-60 с ними е-60 трехлитровый дизель 1 и 5 снимем спасибо большое ребята за ваше внимание это первый наш обзор ставьте лайки кому не нравится дизлайки ставьте но мы попробуем посмотрим что получится все всем пока 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 жопы и Продолжение следует...